В Успенском храме села Овстук совершено архиерейское богослужение. О том, как эта старинная церковь связана с русской литературой и о празднике поэзии, смотрите наш следующий сюжет. Пёстрый и радостный хоровод на лугу перед родовой усадьбой Тютчевых, а ныне музеем, закружили участники Всероссийского праздника поэзии. Посвященный памяти поэта, он собирает творческих людей из России, Украины и Белоруссии, неравнодушных к произведениям певца любви и природы. И в наши дни творчество Фёдора Ивановича носит просветительский характер и обогащает внутренний мир человека, побуждает его к духовному подвигу. В Обстуговском парке царила атмосфера дворянской усадьбы 19-го столетия. Звучала инструментальная музыка, для гостей праздника были открыты философские и рисовальные салоны, а также «Овстугский вернисаж» – выставка картин брянских художников и изделия народных промыслов. И, конечно, здесь непрестанно цитируют классика. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы развяся и играя, грохочет в небе голубом. Очень радостное настроение, замечательный праздник, очень здорово. Атмосфера очень интересная. То есть можно просто выйти, наблюдать выставки какие-то, то же самое выступление от чтецов, очень интересно. А начались торжества с литургией из-за упокойной литии, оприс напоминаемым Фёдору Ивановичу Тютчеве и его родных. В храме, где в начале 19-го века крестили маленького Федю, богослужение возглавил митрополит Брянский и Севский Александр в сослужении епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира. Дедушка Тютчева в конце 18-го века построил этот храм. Он уже восстановлен, конечно. Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году немцы взорвали этот храм. И камень этого храма переломали на щебень и вывезли на проходящую дорогу неподалеку от Увстуга. Церковь Успения Пресвятой Богородицы была открыта после восстановления в 2003 году. С того же времени праздник «Родник поэзии твоей» начинается с соборной молитвы.